Я очень рад, что приехал. Во-первых, два года не было. Рад видеть всех в здравии. Рад видеть, что турнир продолжается, потому что это очень здорово. Традиции продолжаются. Приехали американцы. Я не думаю, что они доставят неприятности нашему украинскому, потому что украинская школа бокса, любительская, российская, посильнее, чем американцы. Я уже знаю точно, у них любители это так. Как бы неплохие есть. Но если кто-то захочет увезти медаль, будем собирать. Надеюсь, в этом году, я просто слышал, в прошлом году не было медалей у Мариупанга. Это плохо. Надеюсь, в этом году что-то будет посерьезнее, получше. Наши ребята сейчас будем поддерживать их. Надеюсь, все получится. Давид своих друзей, братьев Рыбалка готовил к этому турниру и сказал, Боря, у нас обязательно будут медали. Они меня порадуют. Да, Давид представляет сейчас, насколько я знаю, клуб Тор. Так что там ребята тоже представляют клуб Тор. Это такое слово боевое. Так что я думаю, нормально. Потому что он чуть-чуть им дал свои навыки. Потому что, в принципе, Давид еще действующий боксер. Он знает, как он вот. Он может подсказать ребятам, пацаны молодые, хотят, с желанием. Я видел, я последние дни видел, как они тренируются. Очень классно. И я думаю, должны зацепиться и победить. Надолго приехал в Мариуполь. Что будешь делать в родном городе? Отдыхать или работать? Ну, я приехал вообще так ориентировочно на пару месяцев отдохнуть. Увидеть близких, потому что давно не видел. Ну и, соответственно, тренироваться. Со следующей недели уже начну тренироваться. У меня есть переговоры с Донецким клубом, клуб Юнион Боксинг Промоушен. Возможно, они дадут мне возможность побоксировать на одном из них шоу. Так что было бы хорошо. Есть какие-то разговоры с компанией братьев. Хотелось бы иногда выступать в Украине, показывать себя с хорошей стороны перед нашим зрителем, болельщиками. Так что вот так. То есть можно ожидать, что в скором времени мы увидим тебя здесь, в Украине, на ринге. И ты проведешь очередной бой, порадуешь победой. Да, было бы замечательно, потому что хочется. Приятнее всего боксировать дома, правильно? Приятнее, потому что и людям приятнее. Хорошо слышать, когда кто-то где-то там. Но когда видеть на заводе, ну, воучию, видеть, как человек, который тренировался, можно сказать, в зале в одном, там и выступает. Это было бы приятнее. И мне бы хотелось побоксировать. Исмаил, в этом году ты очень так стартовал классно, три поединка, но проводил в другой весовой категории. С чем это связано? Ну, в принципе, это такие поединки были, как бы, скажем честно, слабые. Я не хотел гонять вес. У меня чуть-чуть поднялся вес, потому что очень большая пауза была после неудачного моего поединка. Такая пауза затянулась с этими проблемами с промоутером, менеджером. И так затянулась, и вес поднялся, как бы, хоть я и тренировался. И я думаю, ну, что мне сбрасывать вес для рядовых поединков. Тем более, неопределенно, где еще. У меня так встал он посередине. Большой промежуток получается, там, 10 килограмм между весами. Я сейчас, в принципе, там интересная ситуация в полутяже. Интересно было бы вернуться по боксеру в полутяже. Еще наказать Грачева. Ну, как бы, наказывать не за что. Ну, показать просто, кто хозяин. Вот так можно сказать. Ну, я думаю, он понимает, все понимают, что там, как там. Ну, такое бывает, да. И показать, кто хозяин, стать чемпионом, а потом уже раскушаться и идти в другой вес. Продолжение следует...